Привет, друзья! Я Алекс, это лаборатория настольных игр профессора Фикуса, и у нас сегодня с вами небольшое, так сказать, отвлечение, отклонение от курса, ни ДНД, ни Шедуран, ни всякой ретро, хотя, наверное, уже ретро, вот. Но, тем не менее, одна из моих любимых систем, которая съела массу времени, здоровья, сил, инвестиций духовных и прочих, но она того однозначно стоила, и, конечно же, речь пойдет о Дарк Хересе, то есть Тёмная Ересь. Как вы можете догадаться, это у нас Вархаммер 40 тысяч, Релеплей, значит, Black Library, да, Black Industry, ну, то есть их подразделение, которое занимается, точнее, занималось выпуском НРА, брутальный реарт, соответственно, Люди в Черном. Как справедливо высказывался один из авторов, мы пытались создать атмосферу готического рока и хэви-метала, видите, всё такое инфернальное, брутальный мужик со стволом, рядом, видимо, околит какой-то смерти, это у нас парень с имплантами. Вот, и, значит, все они в 41-м тысячелетии активно сражаются со всяким разным. Выпускала эту систему в то время по лицензии компания Fantasy Flight Games или FFG. Компания прекрасная, занималась настолками. На их совести стоят такие вещи, как «Милое моему сердцу Твилайт Империум», то есть «Сумерки Империи», всевозможные рун-квесты, рун-баунды, ужас Архема. Потом из «Свежачка» там всякие анфоатомы были. А, «Бэту Стар Галактика», конечно, да. Она непостижимая, масса, миллион игр они прекрасно делают. Есть отличные разработчики у них. И, естественно, когда они сделали то, что будут делать НРИ по Вархамеру 40 тысяч, у всех просто ку-ку-ку слетало. Значит, в 2002 году её приставили на Генконе, раздавали демку всем, по-моему, продавали коллекционку, которую, естественно, ваш покорный слуга не ухватил. И в 2008 году, если быть точным, 25 января, эта штука добровась до прилавков, в цифровом виде она появилась чуть раньше. И это, конечно, был фурор, потому что... Но система очень хорошая, что там говорить. Они взяли, ну, мне кажется, всё лучшее из ВФРП, то есть Вархаммер Фэнтези, Роуплей. Что-то упростили, например, если ВФРП-то может ходить между карьерами совершенно свободно, здесь ты достаточно жёстко заперт в рамках одной карьеры. Но там есть, конечно, всякие девиации, отклонения, возможности плюс-минус влево-вправо. Но, скажем так, с теми задачами, которые эта система ставит перед собой, а именно... Ну, все мы знаем, что такое Вархаммер 40 тысяч. Я думаю, если вы оказались на этом канале, вы имеете представление о хобби. Данженс и Дрэгенс и Вархаммер это... Ну, такие столпы вселенной, о которых, мне кажется, даже те, кто не играют, во что-то слышали. Обычно, что такое Вархаммер 40 тысяч, да, это космодесантники, это какие-то орки, эльдары. Дарф Херрис сужает, скажем так, прицел. Эта вся братья есть, но она присутствует где-то там на заднем плане. А основной упор этой системы это Инквизиция. Персонажи выступают в роли Акалитов этой Инквизиции. В нашем случае какого-то Инквизитора. И вот они там шарахаются, выполняют его поручения, раскрывают загадки, культы. Кто-то очень справедливо высказался, что это весьма похоже на Зов Ктулху, но во вселенной 40 тысяч. Определенное, скажем так, зерно истины в этом присутствует. Система просто замечательная. Очень много интересных моментов. Если вы играли в Вархаммер Фэнтези Роуплей вторую, ну, или, возможно, четвертую редакцию, четвертая редакция, это переделка второй, но не суть, то ничего вас, скажем так, здесь особо не удивит. Все знакомо, понятно и приятно. Но если вдруг вы сидите, условно говоря, на заборе и думаете, в какую бы поиграть ролевку по Вархаммеру 40 тысяч, потому что когда выходила Дарк Хереси, альтернативы не было. Либо Дарк Хереси, либо Самопал. То сейчас есть вот этот вот Реттен Глори. И он, мне кажется, не настолько хорош, как хорош Дарк Хереси. Но, опять же, вы не забывайте, я вырос на Дарк Хереси. Она подарила мне массу позитивных моментов. А Реттен Глори, мне кажется, уж очень простенький, дженерик. Но они стараются, кубиклы там, что такое. Ну и слишком политкорректные, что я, как вы понимаете, не очень одобряю. Мне хотелось бы, чтобы у Создателей Дарк был больше полет фантазии, нежели чем висящих над ними рамочек все эти Боут-Уумены там, Афро-Нобили из Империи людей и далее по тексту. Это я, что Архаммер Фэнтези, Ролл Плей, Четвертую Дальцию, ну, если вы не поняли. Прежде чем мы с вами посмотрим на все это в деталях и подробностях, прошу обратить внимание, поддержать видео лайком. Если не подписаны на канал, то подпиской. А если вы такие думаете, что «Ммм, какой классный канал, сколько всего интересного, хочу, чтобы они не загнулись, чтобы их было больше», то под видео «Бустив», «Контакт» с Водонатом, просто реквизиты. Заранее спасибо, потому что поддержка ценится, это помогает каналу оставаться на полову, сообществе развиваться. Как говорится, заранее спасибо. А теперь давайте полистаем эту замечательную книжечку. Значит, то, о чем я говорил. Монументальный Талмуд. Если у вас крепкая спина, то вы справитесь. 400 почти страниц. Весистая такая книжечка. У меня приходила коробка, раз там Дарк Хереси был и Рок Трейдер. Вот они вместе около 5000 киловесили. То есть, в принципе, вы можете использовать это как оружие возмездия. Видите? Локированная обложечка, Дарк Хереси переливается, все красиво. Наш Акалит стоит. Его подружка-культистка. Я все-таки думал, что просто ИГ-шник какой-то. Потому что на сервитера он не похож. Вот все горит, естественно, все брутально. Опять же переливается Вархаммер в 40 тысяч роуплей. Фэнтези Флайт Геймс. Коррулибук. Давайте посмотрим назад, Темные Ереси. Роллиплейн. Космические скитальцы и невероятно зловонные глубины городов-уллиев. Вы никогда не познаете славы или награды. Но если вы будете стоять твердо, в ваших деяниях будут шептать богу-императору человечества, а ваше имя будут почитать тысячелетиями. Быстрое создание персонажа. Огромное количество возможностей. Расширенная карьера. Динамические правила для всех событий. Позвольте вам справляться со всем. Начиная от социального взаимодействия до смертоносного быстрого поединка. Сектора Психического и Псионической Силы, Безумия и Мутации. Доступные описания Сектора Каликсис. Официальная... Да. Которая является официальным сетелем для Темной Ереси. Написанные, конечно же, Беном Абнетом и Беном Каунтером. Галактика пушек, чтобы киперовать вашего Акалита. От лазганов до инферно-пистолей. Чейнсвордов и силовых клинков. Росте ваших игроков прямо в темные события. С полным приключением, с которого они начнут свое путешествие. Книга правил Темной Ереси содержит все необходимое вам для того, чтобы начать приключение во вселенной Вархаммер 40 тысяч. Ну и вот. ДХ-01. Теперь цены больше не клеят, потому что цены меняются. Это вам не АДНД какой-нибудь. Это у нас карта Сектора Каликсис, конечно же. Все очень красиво, очень стилизовано. Сектор Каликсис. Очень круто, тиснение. Дарт Хереси, Символ Инквизиции. Джеймсвордшоп, Менеджеры всякие разные. Фэнтези фонгеймс, который разработал. Оуэн Барнесс, Кейт Флэг и Майк Мэйсон. Странные люди, но с ними все еще не знакомы. Нам оглавление дают. Каста, что это 41-е тысячелетие. Война за душу человечества. Что такое ролевая ядра? Ролейбук. Три или больше людей, чтобы играть. Тихое место. Жевательная пустова. Три или четыре часа ядрового времени. Д10. Бумага, карандаши и резинка. Закуски, напитки и так далее. Магазин это. Пожалуйста, летит. В этой книге таланты. Книжка, конечно, уже немножко пострадала. Но учитывая, что ей всего-то 15 лет, то еще в хорошем состоянии. Вот здесь пример игры. Это наш инквизитор. Сдаем своего колита. Выбираем родной мир. Генерируем характеристики. Какая у него карьера будет. Стратим экспо. Арт из стыка 4-5 редакции. Безумие 1-й, 2-й мы уже не увидим. Но немножко еще осталось. По-моему, это Вульфин. И интересно, почему он здесь изображен. В роли... Какая-то иллюстрация к тому, что ты разбираешься в кустышах и живешь в диком мире. Я протестую. Вульфин из Фенриса. Вот у нас всякие колиты стоят. Где у бензопила? А нет у бензопилы. Рожденный в пустоте. Вот, пожалуйста, вы родились в пустоте. Вот это вот. Ваша маменька, видимо. Или, наоборот, вас вручают маменьки. Посмотрите, какой родился. Под номером... 7. Не понятно ничего. Это ваше будущество будет себя плохо вести. Это характеристики. Это вот различные карьеры. Адепт, арбитратор, ассасин, клерик, гвардеец, конечно же. Цитаточки всякие из Вархаммера. Сайкер. Вот здесь эффекты санкционирования. Потому что нельзя быть имперским сайкером просто так. Нужно быть жестоко клеменым, кондиционированным и далее по тексту. Отбросы. Ну, если вы слышали о Нитрамунде, то это вот оно. Техприст и все. Вот там фейтпоинты, ранения в зависимости от домашнего мира. Как мы можем с вами заметить, хорошо родиться на диком мире. Фейтпоинты, движения, стартовые бабки, доход в месяц, оборудование стартовое и вообще. Внешка, прошлое. На самом деле все давным-давно расширено. Но уже вот это вам достаточно, чтобы полноценно и с удовольствием в это все поиграть. Это вот гадание имперское таро, которое вам что-то расскажет. Увеличьте ваш тафнос, получите плюс два ловкости и один фейтпоинт. Будьте прокляты, получите одно. Потеряйте одно это, получите одно рану. Ну, прикольно. Соответственно, генератор имен. Зависит от разных-разных женских именов. Вот, например, на Высоком Готике. Друзья у Таура Вентрия. Очень хорошее имя. Стоит, смотрит. Вот у нас Болтер. И парнишка устал. Вот. Марширует Акалиты. Он им всем зигует. Здрасте, говорит. Любим бога императора. Они ему здрасте, здрасте. Тоже любим. Это вот чувак стреляет из болт-пистоля в кого-то. У него два болт-пистоля. Он опасен. Жесть. Это, собственно, адепт. Просто приятный товарищ. По сути, это писец. На самом деле, главное вдохновение для меня, ну, как мне кажется, для Темной Ереси, это цикл Абнета Параизенхорна, Рейвенора и Ижи с ними. Читаете его, и вы все поймете. Это очень удобно, это очень приятно, интересно. Прекрасное чтиво, которое познакомит вас с обратной стороной мира Вархаммера. Они бесконечно пафосным космодесантом. А вполне себе обычные ребята. Барышний Арбитратор. Кстати, по лору Арбитра были слизаны с Судьи Дреда, поэтому определенное сходство, особенно в ранних редакциях присутствовало. И вообще они вдохновлялись серией коммерсов компании 2000 AD. Там всякие стронцевые псы, Судья Дред, там вот эта вся история. Это у нас ассасин. Большой классной пушкой, прицелом. И сидит, кого-то хочет ассоцинировать. Это различные подвиды его профессии. На самом деле, хотя между карьерами спекать нельзя, но в рамках карьеры достаточно много различных ответвлений, поэтому вот. Клерик, да, бежит и проповедует имперские таряды всяким дегенератам. А те, кто не понимают, получают кодилам по обу. Потому что причина. Он гвардеец. Модная тюбитеечка, обвешан всем. Печать и чистоты, конечно же. Печать и грязноты. Чё почём, хотя и с мечом, штурмовики. Мандир, можно быть, снайпером. Имперский псайпер. Эх, какие раньше были классные арты, и насколько дженерик этот. Это обычный астропад из коробочек с Кадди, по-моему. Это вот всеми нами любимый Адептус Механикус. И во лбу, точнее, в глазу звезда горит. Адепторы всякие, вот отбросы. Другой, кавалитный персонаж. Как-то хочется за него поиграть. Потому что реализаки всякие. Акуш, ралатан. Можно фиксер ставить головой банды. И вот техприст или шестерёночка. Тех чинит, 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 чинит. А потом скажут, ааа, люблю больше амнисию, чем вас. И поэтому сдам вас. Этот стилс, но этот арт из довольно забавной стирмешевой системы, которая с Женей проживала очень мало. Он назывался Инквизитор. И там были миньки 52 миллиметра, по-моему, масштаб. Здоровые, короче. И там было довольно забавно. Жалко, что система приказала долго жить. Значит, навыки. Как их получать, продвигать. Миллион навыков. Бухаем, командуем, расшифровываем. Знания, азартные игры, дознания. Пилотирование. Псионическое восприятие. Тайный язык, система безопасности. Проехали. Клево. Много навыков. Бежит наш бравый катачанец, в кого-то стреляет. Таланты. Наверное, тоже про группу талантов. Про реквизиты. Что они дают. Как это все работает. Там двуручный талант. Трехножный. Тренировка оружием. Трудная мишень. Я уверен, что когда вы посвятите себя этому вопросу, вы поймете, что таланты очень просты. И чем-то эта система напоминает третью редакцию ДНД. Или пятую. Где у вас есть скиллы. Где у вас есть фиты. Вот здесь этот талант. Ну, боевка, конечно, другая. И в отличие от ДНД, для Дархериси не нужна сеточка. Вы можете играть в уме и ничего особо не потеряете. Арсенал. Много всего. Доступность. Кто может найти. Как найти. Как крафтить. Какие предметы. Ну, допустим, что там. В каком мире, в зависимости от числа населения, как долго искать тот или иной предмет. Оружие перегревается. Ну, это типа свойства оружия. Вот оно. Видите, там, аккуратное, неаккуратное. Гибкий огнемет. Разрывает. И там влияние. Вот оно пошло. У вас пистоли. У вас ганы. Возможные охотничьи ружья. Ганы. Батарейки. Бола. Ручной лук. Иллюстрации очень приятные и хорошие. Но это вообще тренд Вархаммера. В общем-то, прикладывать иллюстрации всех пушек. И когда ты читаешь там роли-бук, кому-нибудь там 40-тысяченька, то ты видишь там все это. Это очень здорово, наглядно и стильно. Лепота, метать гранаты, взрывы месхапов. Все любимые эффекты для люциногенов. Я просто маленький. Ты думаешь, что уменьшишь до половины своего роста. Все остальное огромное и пугающее. Все остальные персонажи считают, что у них рейтинг страха 3 для этого игрока. Да, да. Очень жизненная история. Ну, там жуки, пауки, всякие и прочие страшилки. Оружие можно апгрейдить. Вешать всякие приблуды на него. Боеприпасы. Вот там броня, там примитивная флаг. Но это обычная броня. Солдат межармора – это сеточка, как у лидаров всяких и прочих. Терапейс – это уже пластинчатая броня, армопласт. И, ну, там-то серкины всякие носят, штурмовики и прочее. И пауэр-армора – это силовая броня. Которые ходят, собственно, космодесантники. И падают на голову вашим девушкам. А, ну, это совсем, да. Здрасте. Вот он, Френдзон. Который отнюдь не Френдзон, а наркотик, которого вы шизеете и хотите всех убить. Гнилобрюхое бухло. Можно выпить святого машинного масла. Возможно, оживите в себе бону машину. Стим, который дает там рандомные психосилы. Ну, и там всякие полезные предметы. Пильтрекодеры. Сайфокус, который носит это. Стримеры всевозможные. Медицинские услуги. Вот он, сервочереп намекает, что сейчас я вам помогу, ребята. Кибернетика. Руки, ноги, ушки, хвостики. Вот. Вентрувианский человек по версии Адептус Механикус. Вот они, мехадендриты-манипуляторы. Это пистолет в мехадендрите. Это с оживительной клизмой, мехадендрит. Ну, и далее по тексту. Короче, хорошо быть Адептус Механикус. И при этом плохо быть. Тихо, сила. Ну, вот. Шолдуют. Шолду. Ведьмы и Псайклера. Понятно, что некоторые прячутся от этого. Есть навигатор, который типа псионики. Наш третий глаз они ведут через варп. И могут видеть маяк астрономикона, через который император направляет корабли. Это прекрасный арт, который отображает псайтеров. Но вообще самое смешное, что впервые я увидел его в кодовсе Демон Хантеров. По-моему, второй... Нет, третья редакция. Я муж четвертый. И там вот эта штука сопровождалась текстом. Я выгляжу одержимым? Я похож на одержимого? Я похож на одержимого? Нет, нет, конечно, нет. Назначительно нет. Психофокус, психофеномена. Опасности варпа. Если вы будете кладовать, получите обраточку. Если вы будете неосторожен кого давать. Засечь психосилы, минорные психосилы, большие психосилы. А вот арт из третьей редакции пришел. Это, по-моему, Либра там иллюстрировала. Тихая дисциплина, биомантия, горящая кровь, контроль над плотью, откровение. Вот, гладит и гадает. Фактирный нос, конечно. Без рукавелизма здесь вообще никак. Личные гадания, взгляд в душ. Вот она, пиромантия, конечно, все мы пироманы в душе. Любим зажечь. Вот, телекинетика. Вот эти чуваки мне напоминают персонажей из фильма Горица 2. Прям очень. Я уверен, что никакой кражи собственности интеллектуальной не было. Но оформление очень похоже. Телепатия. Вот он. Задумался. Сейчас вам будет передавать контент 18+, без вашего на то согласия. Непонятно, что происходит. Я даже не вникаю. Вот здесь они все бегают, стреляют, бегут, орут. Это, видимо, не сестра битва, а просто девочка из эклизиархии. Вообще, что это у нас такое? Это у нас как играть в эту игру. Вот. Стоит и в картинку. Точнее, в зеркальце любуется флотами. Бой, раунды, ходы, сюрприз, бросить инициативу. Описание действий. Если вы играли в ВФРП, вы все это увидели. Опять же, ценные советы. Бей быстро и неожиданно. Атакуй без предупреждения. Добейся победы, прежде чем противник осознает опасность. Всегда помни, война легко выигрывает, если твой оппонент не знает, что он воюет с тобой. Да, да, классик. Абстракции боя. Стрельба в полуавтоматическом режиме. Улавто. Огонь на подавление. Во время боя можно почитать книжку. Потому что все мы знаем, что знания бесценны и когда еще учим как-нибудь во время боя их читать. Правильный гнев. Мы знаем. Опять же, мы это проходили. Это вот когда мы с вами выкидываем десяточку на любом кубике. Можно брось потом до 5. По-моему, в ФРП это назвалось гнев Сигмара. Я могу ошибаться. Ложность. Любовый упор. Этолитический дамаг. Неожиданная смерть. Оторванные руки. Прекрасное описание. Голова цели уничтожена. В воспламенении ордены смерти. Он не выживает. Неужели бы ни до Тункова. Честное слово. Голова взрывается, как арбуз. Кровь разлетается. Кровь, кости и мозг разлетаются во всех направлениях. Клево-клево. Гидра, скажем так, не скупится на жестокие описания. Яркие и красочные. Поэтому будет весело. Падение. Вакуум. Сделение. Как можно подлечиться без этих сайтеров. Ходить. Время. Окружающая среда. Плаваем. Таскаем. Прыгаем. Бросаем. Превышаем лимиты на таскание. Летаем. Ну, вы поняли, что я вообще. Гейм-мастер. Ну, собственно, таким должен быть гейм-мастер. Я прям, примерно так и представляю себе. В этом у него партфор выключен на голове. Делаем партию более жесткой. Помягче. Как мутант. Значит, помянутого, суди Дреда. Режим насилия активирован. Участь Гэма. У него важная задача. Оживить грюмое мрачное будущее для остальной группы, подвергая их кошмарным противостояниям с ужасными тварями. Да, все, как я люблю. Темная ересь. Одна минута до полночи. Все вещи осквернены. Многих призывают. Многие сдохли. Древняя технология. Только война. Знай свое место, таракашка. Мы на миссии от Бога императора. Герой еретики и все, кто между ними. Опять калидусы, ассасин. Еретики. Мы все культисты. Горящие слова. Мы свои собственные худшие враги. Для славы или для дохода. Опять же, ассасинши из дескульта. Ну, то есть культ смерти. Они любят БДСМ, латекс и страдать. Это вот Эйзенхорн собственной персоной. Вот самый клиноничный арт. Потому что ноди спрашивали, на что он похож. Вот. Я прошу обратить внимание, он гладко выбрит. Если вы не читали, то советую прочитать. Тогда вам станет понятна эта шутеечка. Безумие, страх. Табличка шока. Очень плохие вещи. Ментальная травма. Безумие, безумие. Плоть слаба. Идут мутанты. Удаляем безумие. Развожение и коррупция. Вот ваша еретическая голова валяется дохлая. Какие там извращения, странные аддикции. Темные силы. Эйзенхорн, Эйзенхорн. Ваняш, Нургель. Знати темных богов. Там показывают красное и бронза. Любимые число Эйзенхорна 8. Любимые собачки это Гонча. У Эйзенхорн. Эйзенхорн это птичка. Ваняшорн любит змею, а Эйзенхорн почему-то муху. Почему же, непонятно. Это был сарказм, конечно. Ваши сделки с тьмой. Не все инквизиторы одинаково полезны. Некоторые пытаются... Точнее, есть в Паритане. Есть радикалы. Вот радикалы считают незазорным брать навыки и знания темных сил, чтобы с ними сражаться, но потом сами портятся. Ну, поняли идею. Это вот Император на его золотом троне. Жизнь в Империи. Феодальный мир. Адептус Терра. Адептус Арбайтос. На существо вы не знаете Лора Вархаммер. То вот вам, пожалуйста, все здесь. Рассказывают. Какую есть ху. Вот он бог Император. Администрация. Имперская гвардия. Имперский флот. Адептус Механикус шестерит. Инквизиция. Рок-трейдеры, которые каперы. Типа планет различные. На что похожа планета. Описания всевозможные. Вот она. Карта Империи. Ультимус Элементум. Святая Терра. Что у нас? Архиманьяк Каувера пытается напасть на Тарс Ультра. Удачи ему. Зона Мордант всевозможные. Ну и там. Вы поняли идею. Все нападают. Путешествия в Империи. Вам расскажут про Варп. Немножко старого арта. Спасибо. Очень приятно. Адепты Темных Божов. Мутации. Еще немножко демонов. Еще немножко разных товарищей тайных. Истребных. Чуми Сырят. Пожалуйста. Женщина в папахе. Это вот. Имперский флот летит разбираться с кем-то. Как обычно. Серые рыцари. Караул смерти. Грэйк Найт. Это ударное крыло. Орда Малеус. Десвотч. Конечно же. Орда Ксенос. А Орда Еретика. Ударное крыло. Это вы. Культ Императора. Культ Императора. Призрак в машине. Золотой Болтер. Потому что на районе это последний писк. И про Инквизицию. Там рассказывает Организация. Лорды Инквизитора. Конклавы. Акалиты. Обычные люди. Внешняя империя. Погнали. Вот рассказывает. С такой орды Еретикус. С Сестры Битвы. Которые. Боевое крыло Экклезиархии. Вот орды Малеус. Пожалуйста. Они бьют демонов. Здесь вам про Грейт Найтов расскажут. То есть про серых рыцарей. Конклавы. Как все это собирается. Орды Ксенос. Который бьет. Ксены Ерис. Там все эти культы. Длиннокрадов и прочее барахло. Пуритания Радикавы. Различные методы. Новые рекруты. Акалиты. Инквизиторы. Которые тренируются. Социальные условия. Символы. Традиции Клилексианского Конклава. Это арт. Господи. Из Демон Хантеров. По-моему. Четвертой редакции. Зажигает. Полуголые барышни. Сестра. Конечно же. Опять же. По-моему. Это святая Селестина. Дает прикурить всяким мутантам. Империя. Она такая. И сектор Каликсис. Загадочная фигура. Стреляет. Рассказывает про сектор Каликсис. Отличный сектор. Кстати. Марий Хакс. Это правитель сектора. Вот он. Планеты всевозможные. Миры Тарсуса. Драки. Драки. Стреляем. Металлическое сообщество. Беззаконный город. Сед. Голод. Ужас. Жизнь в Орде. Кефире. Секунду. Спустоши. Ну и понятно все. Вот они. Шахты. Горганитовские. Королева Лакрима. Седьмая. Седьмая же? Третья. Культы недовольные. Опять инквизиция бежит. Стреляет во всех. Мизерекорде. Сообщество плавателей. Королевы плавателей. Бегут, стреляют. Аминисторум. Интерпорация. Династия Машенко. Лады. Звезда тирана, конечно же. Киранейский кабал. Лорд-инквизитор Антона Зерба. Вот он. Волосатый, бородатый и пузатый. Типичный инквизитор. Леди. Всевозможное. Это вот. Глобус Варак. Наша версия Карамазова. Более пузатенький. Более безумный. Но. Зато свой. Родной. А нет ваш. Карамазов. Планеты, планеты, планеты. Чужие еретики-антагонисты. Собственно. Вот таким вот образом все вот эти еретики окучивают честных и приличных граждан империями и соблазняют их. Вот они и рассказывают вам, что все, как их создать. Кит брони, одержимость, эффект одержимости. Сидит. О чем-то думает. Но на самом деле это кондиционирование, как я понимаю, арки флагеллянта. Здесь у нас мутации. Вот может это ким, если очень хорошо себя будете вести. А может это ким, если будете плохо себя вести. Ну, мутации. Это норма вселенной 40 тысяч. Пожалуйста, арбитраторы, охотники за головами, боевые сервитеры. Потому что колькие империи довольно часто пересекаются и сражаются. Конфликт интересов, недопонимание, тупость. Да и, скажем так, общее ретроградство империи приводят к этому. Пожалуйста, Киутима. Турмовик. Это у нас мутанты обоминации. Видите, он когда-то был бородатый, а теперь он еще и волосатый. Это у нас, видимо, продавец всяким разным. А, нет, это мясник. Блин, я бы купил у него это радио. Вот еще один пухлый мужчина. Вы заметили, как в этой вселенной пухлость ассоциируется со злом? Не будьте пухлыми. Прыгивают младшие демоны, большие демоны. Курии всякие, провинция, демонхост. Вот они, одержимые демонами люди. Как их создавать? Сколько раз связывать? О, простите, пропустили. Чумоносцы. Нечестивые духи. То есть, они просто хотят кушать. Почему они нечестивые? И это приключение. Разборка какая-то вам рассказывает. Обзор приключения. Полетели. Привыки на планету. Что-то происходит. Я не хочу спойлерить на самом деле приключения, поэтому я просто это пролистаю. В пустоши, конечно же, там тоже что-то будет происходить. Возможно, что-нибудь взорвется, потому что там партия. Затишья перед бурей. Разговоры с конгрегацией. Часло успехов и результаты. Кошмары всевозможные. Брат Ламарк. Вкус битвы. Атака на Надежду Стерна. Исход приключения. Чем все кончилось. Танец в ворон. Станцор на пароде. Ну, понятно, в общем, даже миникарту нарисовали. Тобор, опять же. Финальная конфронтация. Я, короче, не буду спойлерить. Вот они персонажи критические оттуда. Навыки. И, соответственно, что у нас идет. Проглавление. Удобный глоссарий. Может быть, побольше быть, конечно. Но стоя такое, чтобы на него кашлять. Ну, хорошо. Спасибо плейтестерам. Клис персонажа. Броня по чтям тела. Навыки всевозможные. Пейтпоинты очень удобные, кстати. Я говорил о Суперках Империи Урса Архама. Вот они. Как бы смотрят на вас. Это еще третья редакция. Это вторая. На мой взгляд, самая удачная. И этот взгляд не самая удачная. И неожиданно Танхаузер. Мрачная игра про то, как союзники и остатки Советов сражаются с демоническими фашистами. Та-да-да-дам. Отдаваясь к этой заключению, подведем итоги. Итак, вы посмотрели. Отличная книжка. Я совершенно точно убежден, что те, кто эту книгу видели и драли, едва ли что-то для себя новое почерпнут. Но если вы вдруг стоите и размышляете. А что мне такое поидрать? Я люблю Вархаммер. Мне не нравятся Земелья Драконы. Я не понимаю всех этих ваших киберпанков. То мне кажется, Дарк Херрис отличный вариант. Она есть на русском. Есть и PDF и прочее. Она, по-моему, минимум дважды переводилась. Есть, естественно, английская версия, которую я всем на самом деле советую. Потому что... Я не буду литеровать переводы. Во-первых, я их не видел. Но все равно в переводе что-то теряется. Где-то автор такие фразеологизмы. Где-то еще что-то. Где-то просто непередаваемый игра слов. Где-то что-то еще. Если есть возможность читать на оригинале, пожалуйста, читайте на оригинале. Вы однозначно больше выиграете. Книга прекрасна. Получила огромное количество наград. К ней вышел миллион дополнений. Линейка Дарк Херриси в Вархаммер 40 тысяч не ограничивается. То есть там была линейка Рок Трейдер. Это, собственно, наверное, самая удачная линейка, я считаю, в Дарк Херрисе. Ну, вообще вот этого цикла. Это про то, как... Ну, про будни капитана Капера. Летаешь, подключаешь свой корабль, апгрейдишь весело. Блэк Крусейд, естественно. Про Демон Хантеров было. Онлевар это. Про Имперскую Гвардию. Причем у вас там сразу подразделение. Там с химерами, лемонрасами, валькириями. Всем, чем хотите. И к ним, конечно, миллион дополнений, книги. То есть вы могли быть всем инквизитором, охотником на демонов, космодесантником, хаосистским кутистом или хаосистским космодесантником, гвардейцем, инквизитором. Хоть чертом лысым, пожалуйста, эта вселенная очень богатая. Проблема в том, что эти книги довольно слабо между собой совместимы. То есть тревая мощь росла. И, например, в Блэк Крусейде, где ты играешь за хаосита, тебе дают возможность поиграть за космодесантника хаоса. Но есть проблема в том, что с обычным космодесантником он гораздо слабее. И это было сделано для того, чтобы хоть как-то уравновесить космодесантников и культистов. Мне кажется, лучше бы вообще не добавлять космодесантников, оставить их в противниках, и, как раз, пусть бы они там и находились. Зачем пошли на поводу? Хотя играть грейд-найдами довольно весело. То есть ты берешь паладином, стреляешь. Но там и битва непрерывная, потому что надо демонов месить, демон-принца всяких на свою алебарду-немезиды наматывать. Ну, в общем, хорошо проводить время в интересных демонических мирах. Отличная система. Я считаю, что если вам нравятся приключения, исследования и прочее, я бы взял бы Тархереси, я бы взял бы Роктрейдер и играл бы в них. Все остальное. Выходили дополнения про отдельных богов там, с варгиром, со всяким прочим. Но, скажем так, тестирование и прочее немножко подвело. Поэтому некоторые вещи настолько просто превосходят все, что есть в этой книжке, что игроки просто переключаются на дополнение, и вот это все считается барахлом полнейшим. Я бы не уходил туда, не повышал бы кривую вот этой вот мощи. Power Trip, как говорится. И оставил ее на том уровне, когда она есть. В Тархересе прекрасна именно тем, что она близка к земле. Вы не какие-то там избранные императора, не обкачаны апгрейдами, всякими там стероидами и прочим. Вы обычные ребята, которые хотят стать инквизиторами, да инквизиторы тоже обычные человека. Очень круто. Прекрасная система. Играется здорово. Очень понятная. То есть у вас не лопнут мозг, разбираясь в ней. Очень удобная. Много интересного. Оформленная идеально. Я не знаю, арт. Оформление книги. Вот эти чудесные страницы. Просто эстетические удовольствия. И... Ну, я еще раз говорю, что, конечно, можно поиграть вот этот гнев и славу новый. Ради бога, кто я такой, чтобы вам запрещать. Но мне кажется, что Дарк Хельси, Роктрейдеры и же с ними ухватили концепцию Вархаммера гораздо лучше 40 тысяч. Ну, и прежде чем закончить это видео, я, конечно, хочу сказать спасибо всем тем, кто поддерживает канал. Пусть ВКонтакте с Водонатом просто. Спасибо вам, ребята. Без вас бы ничего не получилось. Эти прекрасные книжечки не добрались бы до наших повод. И рассказать о них, скажем так, было бы сложнее. Но это получилось. Ура, ура. И еще раз вам спасибо. Короче, книга замечательная. Если вы хотите приобрести 40 тысяч, берите ее и будьте счастливы. И на этом я свое видео заканчиваю. Желаю вам всем только интересных и ярких игр. От винта, друзья. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok